Всероссийская Олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам. В ней участвуют более 6 миллионов человек. Предусмотрены 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный всероссийский. В этом учебном году в Олимпиаде только по Южному федеральному округу приняли участие больше 600 тысяч школьников. Интерес понятен. Победа в Олимпиаде дает возможность поступить в лучшие вузы страны без вступительных испытаний. Университеты их ждут. Они все делают для того, чтобы этот ребенок поступил именно в сильный и хороший вуз. Всего в России 21 вуз. Из них Российский университет дружбы народов имеет лидирующее значение. Конечно, наши региональные сильные вузы сегодня активно принимают участие в этом совещании, так же, как и школы, так же, как и в целом общее образование. Потому что это важно, это очень серьезная национальная цель и программа, и мы ее стараемся качественно выполнять. Главная роль Олимпиадного школьного движения – возможность реализовать принцип «каждый ребенок талантлив». Необходимо каждого ребенка в школе привлечь к участию в Олимпиаде, дать возможность ему раскрыться. Не каждый ребенок может учиться на пятерке, не каждый может стать отличником, но каждый ребенок, он талантлив и талантлив по-своему. И вот Олимпиада – 24 общеобразовательных предмета. Она дает возможность для этого раскрытия. Российский университет «Дружба народов» в прошлом году стал основным координатором проведения Всероссийской Олимпиады школьников. Преподаватели университета выступают в качестве экспертов и независимых наблюдателей. А в Сочинском институте РУДН уже прошел первый муниципальный этап региональной Олимпиады по журналистике. В нем приняли участие более 80 сочинских школьников. Второй этап Олимпиады пройдет в институте 12 декабря. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.